Так, а видно ли слайды дистанционным участником? Хорошо, тогда давайте начинать. Я в некоторое время думал, над тем, надо ли сегодня рассказывать про доказательства теоремы Рима-Нароха, или лучше еще немного поговорить про предположение, или что все-таки доказательством мы займемся уже после праздников, а сегодня еще говорим про разнообразное глобальное предположение этих теорем, и начнем с задачи доказательства КИА, собственно, из которых я поименялась. Досток и так, как я, знаменитый, наверное, самый знаменитый, это, может быть, и самый выдающийся из шведских математиков, он много сделал за поддержку Ковалевской. В свое время ему удалось сделать ее профессором Стокгольмского университета. Она была первой женщиной профессором математики в юмористических университетах, а сейчас под Стокгольмом имеется институт Митаклифлера, который предназначен для гипотематических встреч. Он сделал в билле, который я не так не так же закупил когда-то. И такое замечательное совершенно место не только по своему расположению устройств, но и потому, что там совершенно фантастическое библиотеку, которое есть. Жаннал «Конфрандет» «Парижская академия» начинает по-моему, в следующих 607-х годах. Он набор вообще там проявитивных, которые очень приятные, очень важные. Ну просто физически можно пощупать, читать. Задача Митаклифлера состоит в следующем. Для данного набора главных частей локальных неработных функций в полюсах на данном тревое определить ли, является ли он набором частей некоторой неработной функции, или имеющейся в любых функций. Мы имеем на набор главных частей, и пытаемся по этому набору понять, происходит ли он с какой-то функцией. О чем здесь речь? Вот, допустим, у нас есть комплексная кривая. Есть какая-нибудь функция. Неработная функция из C, C, P. В окрестности каждого из этих полюсов наша функция, если мы введем локальные координаты с окрестностью точки P. Когда в этой окрестности, в этой локальной координате наша функция раскладывается в ряд ларана, мы смотрим на прицепные члены этого ряда ларана, получаем какую-то то, что называется главную часть функции, членов ряда ларана, и получаем набор ледов ларана в окрестности, набор главных частей в окрестности каждого из окрестности. Задача метафлифмера обратная. Допустим, у нас есть кривая, есть набор точек на этой кривой, есть главная часть в каждой из окрестности. Спрашивается, происходит ли этот набор главных частей с какой-то функцией? С какой-то неромашной функцией нет. Формальное определение главной части состоит в следующем. Главную часть мы определяем как класс эквивалентности беломашных функций и неромашных функций. Вот в данной точке или в окрестности данной точки. Мы говорим, что две неромашные функции f и g, определенные в окрестности данной точки. Мы можем говорить, что данные точки кривой или данные точки просто или просто диски центром в данной точке. Мы говорим, что две функции будут одинаковые в основной части, если их разность не имеет полюса. И тогда главная часть порядка k функции в данной точке x. Это класс эквивалентность. С полюсом порядка k x относительно этого. Ну видно, но все видно, давайте я попробую уменьшить. Значит, две функции с полюсом порядка k в точке x. и в этом полюсе одинаковые главные части. Если какой-нибудь координат z в окрестности этой точки x, а тем самым другой координат z в окрестности в точке x, разложение этих функций в ряд лорана имеет один и тот же набор коэффициентов при отрицательном степени. Значит, если у нас функция имеет полюс порядка k в данной точке, то ее разложение в ряд лорана начинается с z в степени минус k, и, соответственно, мы получаем... главная часть такой функции определяется набором k коэффициентов, которые стоят в числительных функциях. Ну а дальше уже идет что-то неотрицательное, в том числе 0, плюс 1z, плюс 2z в квадрате. Эти коэффициенты не выходят в разложение в главную. Почему, если такое равенство имеет место для такой координат z, то оно сохраняется в любой другой форме? Ровно сильно тому, что разные в главную. Ровно сильно тому, что разные в главную. Ну, привет, привет. Да. Потому что здесь какие-то координаты z. наши две функции имеют одинаковые коэффициенты при отрицательных скопенях. Их разность будет иметь нулевые коэффициенты при отрицательных скопенях, значит, она будет 2. А если равенство в главную, то она не зависит от того, какой координат. Другое соображение состоит в том, что, если мы делаем замену координаты, если мы заменяем z на какой-нибудь z, то коэффициенты при отрицательных скопенях, ну, давайте я здесь напишу z1, до z1. Чтобы это была новая координата z1, то коэффициенты при z1 в степени минус k, z1 в степени минус k, минус k плюс 1 и так далее, при всех отрицательных скопенях z1 будут полностью определяться коэффициентами b1, b2 заменой и коэффициентами a в числе f. коэффициентами a при отрицательных скопенях коэффициентами, которые отвечают за положительную часть разложения, уже никак не влияют на коэффициенты нового разложения при отрицательных скопенях коэффициентами и поэтому, если какие-то были, то они полностью определяют коэффициентами новое значение. Прошли за поэффициентами b1, да? Что? Прошли за поэффициентами b2? Нет. Прошли за поэффициентами b2? Подавленные они более? Ничего подобного. Если b1 равно 0, то это не замена. Если b1 равно 0, то это не замена. Если у вас есть, например, единица поделить на z в квадрат, то вы подставляете единицу поделить на b1, z1, b2, z1 в квадрат, b2, z1, b2, z1 в квадрат, здесь будет стоять 1 плюс, b2, z1, z1 в квадрат, здесь будет стоять 1 плюс, b2, Правда? И это будет, давайте, если я беру только начальные члены разложения, то это будет 1 минус 2, где-то по, поделить на бета 1, и вот этот член, z1 поделить на z1 в квадрате, вот с этим коэффициентом минус 2 бета 2 на z1, он дает вклад коэффициенту разложения при единице на z1. Понятно, да? Он не влезет. Что произошло? Он не влияет на коэффициенту разложения при единице на z1 в квадрате, там остается сейчас же единице на b1 в квадрате, но он влияет на коэффициент при единице поделить на z2. Дает вклад коэффициенту разложения при единице поделить на z2. Сейчас мы пишем. Минус 2, где-то 2, делить на z1 в квадрате 1. Это, когда мы имеем дело... С одной формой, у нее коэффициент при z минус 1 не зависит от того, какой координат мы рассматриваем. Какой координат, когда мы рассматриваем, это в одной форме. Но для функции он зависит, то есть для реальной формы он зависит, потому что если мы берем коэффициент при единице на z, а коэффициент при единице на z квадрате, то при единице на z в квадрате, то он тоже зависит от того, какой локальный координат мы рассматриваем. Мироморфная форма будет зависит от того, какой локальный координат мы рассматриваем. Это главное достоинство и главная причина, по которой мы рассматриваем. А если мы работаем с функциями, то ее коэффициент целиком и полностью зависит от выбора локального координата. И любой коэффициент этого разложения может измениться. А один формулы, коэффициент при единице на z, не меняется. В зависит от того, какую локальную координату мы берем. И это и есть главное, почему у нас интересует получение. И это и есть главное ограничение, из которого происходят ограничения на главные части задачи. Значит, это ограничение состоит в следующем. Если наш набор главных частей является набором главных частей какой-то функции f в точке x, то как мы знаем, сумма вычета формулы f по всем полюсам на гладкой, компактной приводе огромная. Поэтому, если наш набор главных частей происходит из какой-то функции, то для каждой головной один омега должно выполняться равенство суммы вычета. Такое главное, этих главных частей на омега тоже должна равняться нулю. А вычет главной части на омега, умноженный на омега, это редко определён. Нам достаточно знать только главную часть функции в точке х, чтобы определить вычет омега в точке х. Если у нас главная часть, если я какой-то мушка поделить на запись степени К, плюс А, минус 100, плюс 1, а запись степени К, плюс 1, плюс и так далее. А, минус 1 поделить назад. Вот главная часть. Есть форма омега. Есть форма омега. Тоже даётся каким-то разложениям. Давайте по объектам. С1, С1, С2, С2. В этой кознанной КЗ. Вот. Мы умножим на сомега. Мы получим какое-то ценное на межка поделить на z степень k, плюс дальше еще будут какие-то члены. Плюс будет какой-то, я не знаю, давайте я напишу, что c большое поделить на z, дальше еще будут какие-то члены на z. Так вот эта величина z, которая стоит в качестве коэффициента, она не зависит от того, какой координат z мы рассматриваем. В какой координат z мы выписываем главную часть, а в какой координат z мы выписываем форму омега, чтобы это была одна и та же координат. Вот эта c есть в нашей главной части f омега. То, что мы пишем омега, она не определенная нигде, кроме некоторой окрестностей точки x. Но она определенная в окрестностей точки x, мы можем сказать, что не равен быть главной части f омега в точке x. Вот этот коэффициент призывания цепеница, разложение формы ф омега для тв. Можно брать мерамотку. Для мерамоткой формы вычет тоже ассоциология. Для мерамоткой формы вычет тоже ассоциология. Если у нас здесь есть какой-то c не успела поделить на z, в квадрате, конечно, они будут все влиять на тот самый коэффициент. Но этот коэффициент по-прежнему не будет зависеть от того, в какой координате это будет зависеть не только от главной части, но я последующий член из разложения МЦФ, поэтому нужна именно главная часть. Сейчас. Нужна именно главная часть. Да. В эти точки мы можем достать. Вот. И то, что я сказал раньше, здесь сформулировано введение. Если данный набор главных частей F1, F1, F, в точках эксоциология C, является набор главных частей некоторой мерамоткой функции R, не имеющей никаких фольксов, то для любой главной формы N1 на цепку сумма вычета N1 с этими главными частями умноженные главные части в точках эксоциологии, в точках эксоциологии, в точках эксоциологии, в точках эксоциологии, должна равняться 0. Просто потому, что в этом случае вычет главной части F-1 на точках эксоциологии, в точках эксоциологии, просто соответствуется в очах очищенияUFF. В причете это глобальная реформа на всейamas dream Теорема Риммана Теорема Риммана Теорема Риммана Ну, это очевидное замечание, я его все-таки произнесу. Если мы выбрали какой-то базис пространства голоморфных форм, значит, пространство голоморфных один форм на кривой ладожи имеет размерность G, значит, там есть базис, состоящий из G один форм. Если мы выбрали какой-то базис изголовоохранительной формы и проверили транспортное существо для каждого объединения этого базиса, то это обеспечивает нам существование голоморфных форм. То есть мировоохранительной формы с соответствующим набором главных частей. То есть эта теорема делает проверку конечной. Не то чтобы эта проверка была бы уж такой очевидной, потому что, ну, взяли мы базисный набор, голоморфных один форм, и каждую из этих один форм мы должны разложить в ряд в каждой из точек X1 и Xn. Но, в принципе, это некоторые конечные наборы действий, которые требуются для проверки существования. Давайте доказательства я расскажу только для простейшего случая, когда все полюса имеют первый порядок. Все полюса имеют первый порядок. Тогда рассмотрим дивизор, который является суммой этих полюсов каждой с кратностью. Размерность пространства функции с полюсами первого порядка, не выше первого порядка этих точек, равна степени этого дивизора, степени этого дивизора, минус G плюс 1 плюс EFD. EFD – это размерность пространства голоморфных один форм, дивизор которых не меньше, чем D. Значит, что означает, что дивизор голоморфных один форм не меньше, чем D? Д. Значит, это такие один формы, которые обращаются в ноль веточки. Голоморфные один формы, обращающиеся в ноль веточки в точках, они образуют векторное пространство, потому что дивизорные окружающиеся в ноль веточки в точках. Размерность этого векторного пространства, равна ядер. Главная часть с полюсом порядка 1 – это локальный координат. Значит, у нас имеется н-мерное пространство главных частей. И на это н-мерное пространство наложено G минус EFD условий. Главная часть с полюсом порядка 1 – это форма, которая равна 0. Значит, у нас имеется G минус EFD-мерное пространство. А это означает, значит, что на эти главные части, а также на константы, у нас есть еще константы, у нас имеется N плюс 1 возможности, и на них имеется G минус EFD-мерное пространство. А больше никаких ограничений нет. Все. Значит, если у нас есть набор главных частей такого видео, и он удовлетворяет G минус EFD условия, для того какого-то проверения, для какого-то валюта пространства головок на 1 форм, по модулю подпространства, состоящего из 1 форм, обращающихся к нему, к крышке гидрозора G. И таких других ограничений нет, и поэтому любой такой набор главных частей, удовлетворяющих, имеющих нулевую сумму вычетов после умножения на производные головок на 1 форму, реализуются как набор главных частей, удовлетворяющих, не работают. Чему бы оно не равнялось? Нас интересует только разность. Важно, что это значение EFD зависит от набора точек. Помните, она с ровным давлением, мы брали точки на педроэлектрическую переводе, в зависимости от чего является, то есть пара точек. Если эти пара точек образуют арбитную инвалюцию, получается одно значение и размеры, если они належат в арбитной инвалюции, получается другое значение. Но здесь нас этого не интересует. Нас интересует лишь, что разность G минус EFD при любом расположении этих точек является количеством ограничений, значение, значение малого значения. Вот так вот это EFD не равномерно, да? Нет, это совершенно не следует, что оно не равномерно. Например, ясно, что при маленьком ЭFD, по-моему, это не так, чтобы существовала ремонтная инвалидность. Размеры для нам больше, чем они. Мы говорим, что неработная функция существует тогда и только тогда, когда выполняются условия. По всем полюсам суммы вычетов плавных частей, умноженных на данную головной форму, разномерно для всех беломов. Если мы нашли беломовную форму, за которую эта история не выполняется, то все, какое функционирование. А это вполне происходит, если у нас ограничений больше, чем запас, чем размерность. Если у нас ограничений больше, чем размерность пространства плавных частей. Смотрите, если у нас N достаточно большое, скажем, надо одно вложить. У нас вообще, нас не интересует условия. И от D, это действие уличеное не отрицательное. Поэтому NG плюс 1 плюс I от D будет положительное увеличение. Поэтому L от D будет иметь достаточно большой расстанк функций с такими уголовными числями. Наталья. 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 Если две функции имеют одинаковые, то главные части в полюсах, то их разность не имеют полюсов, то есть являются товаромовыми функциями, а товаромовыми функциями в конце. А почему то же самое рассуждение не будет работать, если мы хотим не ограничиться случаях, когда все подвесатые упражнения? Потому что это... Ну, сейчас очевидно, что я не пропустил то, что вот эти вот ограничения, это именно G-1, понятно, что ограничения не больше, чем 100. Почему какая-то формула не обладывает условия, только когда у него... Если какая-то форма не обращается в одну из этих точек, то она дает неправильно или менее... НИТРО ЗАТЕВСКИ ПОСТОМАК Я не буду давать определение того, что такое пространство кривых. Останемся на контуитивном уровне. Мы попробуем с помощью теоремы Ремина-Роха почитать размеренности соответствующих пространств. И это вычтение называется учтением времени. Значит, прижимаемым нулем кривая одна. Соответствующая размерность. Есть много разных обозначений для пространств кривых. Музея – это обычный ЭТМ с индексом, в котором выносится СПЛ. Но ЭТМ бывает очень разным. Бывает критический ЭТМ, бывает географический ЭТМ, бывает эмоэры. Все они обозначают немножко разные пространства. Я буду пользоваться каллиграфическим. Насколько я способен на кривую. Размерность пространства кривых правонаролев. Каллиграфическим ЭТМ. Значит, когда мы говорим про кривые рода 1, то такая кривая определяется парой векторов, чтобы изменить криталу. К криталу лежит парой векторов, которая комплексная прямая. Ну, то есть, фактически определяется один вектором там. Это диетное определение неоднозначное, но неоднозначность очень большая. Этим элементом группы СМ2-З, то он перейдет в другой метод Тау-Штрих. И поэтому такие два вектора определяют одну и ту же решетку. Но поскольку группа СМ2-З дискретно действует на верхней полуклоскости, ее она не меняет размерность. Размерность пространства эзотических кривых такая же, как размерность к верхней полуклоскости, то есть виничках. Вот про прибыльных станций, которые, по-своему, еще не говорили совсем. Мы говорили про пространство кривых старших родов. Мы говорили про пространство функций кривых старших родов. И это очень важная вещь, потому что пространство функций на кривых исправлено гораздо проще, чем пространство цельных кривых. Значит, помните, с чего мы начинаем? Если у нас есть... Если у нас есть какая-нибудь кривая... Есть функция на ней... В степени D. По теореме Риммана-Рохам, если это функция только точка простого ветвления, то... Виноват, на паре Риммана-Рохам, на паре Риммана-Рохам. Количество этих точек простого ветвления у ветвления равно 2D. Значит, у нас где-то на активной прямой имеется 2D по изображению на 2D. 2D по изображению на 2D. Ну и если какая-то птица есть, то... Значит, у нас имеется набор монодрамей вокруг этих точек. И сохраняя эти монодрамии, мы точки можем видеть как угодно. Точки ветвления мы можем видеть как угодно. По данному набору монодрамей и по точке ветвления однозначно определяется функция, однозначно определяется кривание, которое действует... Кривание, которое определяет и функция, и сама функция. То есть фактически вот этого значения 2D плюс 2G на 2 точки на проективной прямой однозначно, в данном наборе монодраме, однозначно определяет функция. На набор монодраме это набор перестановок множества из D элементов, поэтому монодраме конечное число. И поэтому пространство функции, я это напишу, пространство функции, функции. Тое пространство, называется пространство функции, пространство функции. Является конечным накрытием накрытием пространство на пространство на точек, на набор точек. для вероятности на точек, в точек, на металы, на точек. Из-за этого смысла пространства функций человечество довольно много знает про это все равно пространство. Есть замечательный астронометр уровень изучения, чтобы эти точки ведомления продолжить набор локальных координаций пространства функций. Поэтому пространство функций гораздо лучше изучено, чем пространство кривых, которые пытаются уже много десятилетий найти какие-нибудь разумные языки и разумные техники, позволяющие их изучить. Пока, несмотря на различные достижения, со временем успоказательное изучение не очень далеко. Вот, и вычтение Риммана устроено в ровно-каке на область. Мы знаем размерность пространства функций, да, на кривых продажах. И, пользуясь теорией Риммана-Рог, вычисляем размерность пространства кривых, как разность размерности пространства функций на всех кривых и размерность пространства функций на область. Значит, возьмем D достаточно большую. Возьмем степень нашей функции достаточно большую. То есть, в данном случае, мы можем положить, что дать больше либо равно 2. Тогда размерность пространства мировозных функций степени с дес полюсами первого порядка на деми фургии Родожера равна, 2 деми у нас уже плюс 1. Как это вычисляется? Значит, если степень дивизора равна D, D маленькая, то пространство дивизора в степени D на данной кривой имеет размерность на деми фургии Родожера. Ну, кривая равномерно, и поэтому выбор точки на деми фургии – это открытое подпространство в этой степени больших кривых. Деми фургии, берем ее в степень Д, и как там произведение фургии Родожера – это демидная наука. Что? Это неважно. На размерность это не влияет. Правда? На размерность это никак не влияет. Вот. Значит, пространство дивизоров – это не влияет. Если мы берем конкретный какой-то дивизор, то теорема Риммана-Роха для него дает L от D есть D минус G плюс 1 плюс E. Ну, не от D. Ну, не от D. Да в нулю. Потому что головок на фургии может иметь больше, чем положение не название. Поэтому пространство головок на фургии, обращающихся на всех точках нашего телевизора, мы потребовали, чтобы головок на фургии ниже не предложили. пространство головок на фургии ниже. Поэтому L от D здесь просто D минус G плюс 1. Вот. Прибавляя D минус G плюс 1 D в пространство дивизоров, для того, чтобы засчитать размерность пространства кривых, вот даже на теперь из пространства всех функций на всех кривых, вычитаем размерность пространства кривых, а функций на разных кривых. То, что остается, это низкоразмерность пространства кривых. Значит, как про это надо думать? Я же не знаю. Как про это надо думать? У нас есть пространство кривых. У нас есть пространство кривых. У нас есть пространство кривых. Над этим пространством кривых есть пространство функций. для каждой кривой мы берем все функции, которые мы имеем в виду. Все функции степени D, которые мы имеем в виду. Вот. Возможности этих слоев пространство функций расслоены над пространством кривых. Размерности слоев все одинаковые и равны Dmg плюс 1. Размерность всего пространства функций есть размерность базы плюс размерность слоев. Продолжение следуетMenus PCS everywhere. Продолжение следует... 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 Документ, получается, не трогаем. Если все это будет не точка, мы получаем отрицательные автористики. Так что уж я совсем не говорю, означающий, что мы не будем ввести кремленного метода, и постоянно применение нас обнимается, постоянно отрицательный аспиризм. Особенно из того, что мы имеем аспиристику, мы не имеем. Значит тоже у нас плоская, моторик будет сопрошенной методов на сфере сферической методов, на сфере… На сфере сфере сферической методов тоже, у меня сферическая А если первая характеристика облицательна, то размер пространства сопровища и в их равна прижиме на 3 плюс 1. И вот это уже универсальная вещь, которая работает для университетов и определенное количество отмеченных точек, привлекающихся к этому ближайшему. Вот. А давайте действительно... А, нет, это, по-моему, на аналитике поставлено. Не будем сейчас проверять, где кривили ХД-2. А там... Значит... В прошлый раз мы с вами проверили, что... вывели из теоремы Римма-на-Роха, что всякая кривая РОДО-2 является битроэкологической. Да? Видите? Теперь мы разберемся с кривыми РОДО-3. Для этого потребуется следующее обед. РОДО-3. Если мы в проективном пространстве размерности ЖНС-1 берем кривую РОДО-Ж в степень, которая в обман 2 равна минус 2, при том, что оно не лежит и в соответствии с жесткостью, то это тревая является коммунической. Значит, напоминаю. Давайте... У нас было два определения. Но координатный готовит диск. То есть координатный определение. Если вы зафиксировали какой-то базис, в пространстве головок находим в форму. Головок находим в форму. Только мимическая кривая. Это образ. И отображение. И отображение. И отображение. Всякое объединенное расстроение, кривой определяет отображение этой игры, вот некоторая проективная пространство. В частности, если у вас есть, вы берете кривую, вы берете по касательное расстроение и по касательному расстроению пространства коломолка один формы на кривой. Оно определяет отображение кривой проективное пространство, разметность движения на сорт. Образ этого отображения называет стемиологический клеток. Мы с вами показали, что если кривая цель не гиперэлектрическая, то это отображение называется вложением. Оно является вложением. Теперь в какой степени область этого отображения? На рассмотрение делов омега 1,0, мы знаем, сколько миллионов один формы выступает минус 0,3. Минус 0,3. Отображение на зло. Отображение на зло. То есть при таком отображении мы получаем кривую степень вложения минус 2, мы получаем кривую степень вложения минус 2, но и в пространстве размерности с атомной сорт. В проективном пространстве размерности с атомной сорт. То есть это вложение, поэтому образ будет иметь Роджер, степень вложения минус 2, и он не будет лежать на такой битоклососе. А почему? Потому что нет экологических Бабарисных точек у кокосоверного слоя. Да, у кокосоверного слоя не может баяться на точек. Поэтому он не попадает никакой битоклоскости. А это утверждение обратное. Если у вас останется... Еще раз, у вас нет, значит, все вызволяется. Значит, что отображение... Давайте посмотрим. Оно. Дately. Конечно. Ну, что-��, нет. Продолжение следует... 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 Мы получаем в результате дивизор на наших выводах, дивизор гиперплоского сечения. Мы получаем дивизор гиперплоскостью, мы получаем дивизор гиперплоского сечения, стоящий из данной вывода между 2 точек. Теперь имеются две возможности, либо этот дивизор совпадает с органическим дивизором. Мы говорим, что это органический дивизор, это дивизор нуреет, где дивизор нуреет, где возле волнов на один сло. Значит, если дивизор нуреет, где возле волнов на один сло, тогда наше отображение есть экономическая программа. Потому что дивизор гиперплоского сечения применен эквивалентом к экономическому явлению. Либо это разные дивизоры, и тогда размерность пространства норовных функций дивизоров, которых больше, чем динус к, и меньше, чем динус к, равен будет. Значит, во втором случае давайте напишем, как выглядит теорема лимонорока. Динус к, равен будет. Если я ее от камень не задавал, то мы получаем, что это живопископ. Это означает, что мы сейчас разбираем, мы уже разбрались случайно, когда органический дивизор. Если я эту ткань не задавал, то это означает, что дивизор гиперплоский дивизор гиперплоскоп. Это означает, что наше отображение определяется, является образом экономического. Наши три раза. А может, не юбрать. Сейчас кто? Как может быть, нулюбрать. Размерность. Константность. Нет константности. Сейчас канонический, сейчас в крыске один. Если дивизор канонический, то Э от камень ВСБ один. Да. 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 Так что? Так что? Потому что... Я сейчас не могу. Хотя бы я не. Не дам, потому что... Не можно. Причем выкидывать в кокусе. Так, на стояке мы будем делать. Если бы не было экономическое, то как бы на стояке мы будем делать. Дивизор. Да. Поэтому размерность пространства мировых функций, дивизор, который меньше мирового, это единичек в константах. Что? А если нет? А если нет? Да. Если нет, то 0. Ну, это дивизор степени. Да. Это дивизор степени. Да. Вот. И... Что? 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 Сейчас. Это у нас. Все функции обязаны. Видите? Ну, что ли, у дивизор степени 0, он... Можно ревноровку написать, что будет... Эля, дивизор степени 0. Эля, дивизор степени, это будет 0, плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 2, плюс 2, плюс 2. Это просто ЛСД. Ой, это просто... Сейчас. Это ЛСД, да? Или Человек, или что-нибудь? Ну, это ЛСД. Это ЛСД, да. Хотим понять, почему. Заскок. всегда если бы была функция то с помощью если бы существовала функция визуально это означало, что 9 феоритика на предположение, что 1 феоритика на предположение вот ну смотрите, если мы берем экономическую кривую экономическая кривая мы берем эту самую кривую экономическую кривую экономическую кривую значит другое я не знаю, что означает другое нет, есть конечно изомархизм потому что если у вас есть два проективных пространства которые будут два образа одной той же кривой да? причем не в одном из них крива не попадает не в том числе не в том числе чтобы были достаточно большие обжаги с одним точком для G-точек на каждый период это же действия эти образы этих же точек что однозначно для G-точек сейчас мы сейчас хотим сказать что если те кривые инзоморфы видоморфы то дипломорфизм считается некое проективное преобразование неочевидно вообще нет нет неочевидно нет ну у нас есть два образа и во царе никто у нас есть есть два вложения и во царе два проективных пространства вот это исходное но это экономическое тогда утверждается что эти два пространства естественно на этом числе будут проективны для примера возьмем набор точек на нашей кривой цели такой которые не попадают в образы которые не попадают в одну дипломорфу нам нужно G-точек да ну если G-точек нам нужно попадать в плоскость нам нужно три точки на движущем на одной дипломорфе если мы отождествим образы этих G-точек между собой проективное преобразование это проективное преобразование два образа переведет до образ не покрываем да прикрываем что несколько точек еще несколько и несколько и Если дивизор D линейный в планете 9-го рука, он определяет, имеет связоморфизм между линейным расслоением, определяемый дивизором D и кокосоветному расслоению. Вложение, которое определяется, исходное вложение, это точность вложения, определяемое линейным расслоением. Хорошо, давайте... Я просто хочу закончить реакцию. Скажи, если есть кривая вложенность в пределы пространства, то это вложение есть вложение дивизора D и кокосовости? Да. Совершенно верно. За конкурсменом, да? А это так, потому что мы чуть-чуть там явно построили. Я хочу договорить про кривую вложенность. Отсюда вытекает, что всякая гладкая классика, что эффективной пустостью является экономической кривой вложенность. Мы знаем, что гладкая классика является тревогой внутри, и получается, что она является экономической. Но действительно, если у нас G равна 3, ухлаживаем около 4, и, соответственно, мы получаем кривую в цепку 2. Кривую в степени 4, и в степени 4, и в степени 4, и в степени 2, может, превратить на этот плюс. Да. Она не может… Поэтому она является экономической, негидрогистической кривой, да. Почему нет гидрогистических? Как гидрогистическое у нас экономическое у нас возможности? Все, давайте сделаем перерыв. Есть ли вопросы о дистанционных участках? 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 Дистанционных участках? Какая же главная часть? Ну, мы хотим голоморжные формы, которые… Вот эти голоморжные формы не задают нам условия. Нет, они сказали, что такое D, поэтому… Ну, D – это наш иллюзор. Дистанционные участки, который… … иллюзор. 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 Дистанционные участки, которые… Так, и… Значит, вот эти формы не дают нам никаких условий. Иллюзор. Ну, мы больше хотим описать теорему именно Ро. Да. Что делят? D равно степень D. Значит, D – это размерность констанций, имеющих полюста не выше таких поля, как в этих точках. Вот. Ну, наша функция, она всегда определяется набором главных частей. Потому что при учитании получается лиломоржное. Ну, стоишь точку, что это константы, которая вот здесь. Вот. Собственно, главных частей всего бывает размерность степень D. Да? Вот. Ну и, собственно, здесь написано… Да. И мы знаем еще, что у нас есть ровно столько условий, которые сдаются голоморжными формами. Значит, давайте аккуратно. Значит, D – это размерность констанций главных частей. Потому что в этой точке у нас имеется коритое параметры, определяющих главных частей. И вот то, что я обвел, это, собственно, количество линейных условий, которые сдаются одним формами. Потому что все он ажемерное пространство, а вот формы отсюда они не задают условий. Значит, если один форма у них может появиться коритое или выше в каждой из точек экзита, то она не накладывает ограничения. И мы, умножая главные части на такую форму, мы получаем нулевой вычет. Да, ну и отсюда следует, да, что? Отсюда все следует. Да. Это и есть условие, да? Да. Это и есть условие, да? Ну, оно необходимое по очереди, но оно оказывается в качестве. А у вас стоит хоминга, и умноженное для вас. Да. Хоминга указывает Женю. Значит, у вас вычет точки экзита умноженного на умник. Если вы открыли порядок полюса каита, если обе первые каиты эффекциентов равны нулю, этот вычет будет автоматически равняться нулю. Вот. И поэтому никакого условия научиться эти точки не накладывается, а нам нужно одновременно на все точки точки. Если порядок нуля в каждой из этих точек каитный или больше, то мы вспомним, на каких-то следовательно осуществляем. Хорошо. Осуществление точно такое же. Значит, размерность пространства гиперэлептических функций на кривых водах Ж в каждой из этих точек каитный или больше, то мы не можем использовать в каждой из этих точек. Наработанная функция степени 2, на кривых выложили. Ну, в большем случае это всегда так, а в случае в других местах. Значит, потерение ревона волица по форме ревона волица, открывая степень 2 на кривой выложили, функция степень 2 на кривой выложили, и 2G плюс 2 до сих пор. Так мы с вами много раз считали, тогда мы делаем то, что не терапевтически. Разложение 2 до сих пор. 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 Так. Если мы считаем, это у нас размерность пространства всех функций на всех кривах. А, все. паралитических пространствах, то у нас есть функция степени 2. И размерность пространства всех таких функций на всех паралитических пространствах, она должна быть. Потому что есть большая точка вискления, но для кривых степеней должна быть большая точка вискления, предъявленный пункт для вращения, для вращения. Вот. Поэтому чему равна размерность пространства гиполевтических Если у нас на криву есть гиполевтическая функция, то мы можем эту функцию применять, да? Мы можем применить в образе для объединения феография, которые учатся. Другие функции тоже используем ваше. Как-то я проанализовав по этому пространству дробное другое объединение реализования в облах, кривая при этом не меняется. Функция меняется кривая. Мы получаем движение на установление. Это размерность пространства гиполевтических кривых. Мы сейчас сказали, что на данном гиполевтическом кривой все функции они только так отличаются в замене. на данном гиполевтическом кривой все функции. Минус можно сказать, что давайте конкретным образом мы поставим нашу кривую, потому что мы там что-то знаем про другое объединение с нефточкой лицей. На сфере, 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 на сфере. Нет, в этом гиполевтическом кривой. С точки зрения? Да. Понятно. Нет, но если... У нас сколько вычисли? Вычислили. Почему не? Потому что если у нас есть положение из две точки лицей, то есть какой-то напорный модероник, а в напорном модероник точка лицей она определяется с одной стороны. Те функции? Нет, сейчас нет. Это понятно. С первой совмещенной точки. То, что мы читаем, это размененность пространства функций на одной кривой. Что вы получите из разменности пространства функций на всех кривых? Да. Пространство кривых нужно вычислить разменность функций на одной кривой. Да. На одной кривой. Там уже ничего про андромию не получится. Мы в андромии это делаем. Мы двигаем дочки, у нас кривые разные. Так, если здесь привели, да, то все. В идущие зрения можно привести. В идущие зрения. В идущие зрения. В идущие зрения. В идущие зрения. А ты принесли. Нагрузие зрения. В идущие зрения. В идущие зрения. В идущие зрения. Вдруг тебе принципиально разные гибертические функции на переводе. А ты хочешь доказать, что тебе уже не только, а ты хочешь за машину нахрыти. Это более сильные условия. Значит, на самом деле мы уже видели, что если мы брали гиберолептическую кризис, мы брали гиберолептическую кризис. Мы говорили, что если мы берем девизор, состоящий из двух точек с коэффициентом единицы, лежащих одной орбиты, мы считали размерность пространства функций с этим гиберолептическим кризисом, и она была двойкой. А если мы берем две точки, и лежащие в одной орбите, то это гиберолептические. Отсюда все следует. Отсюда все следует. Хорошо. Значит, пространство гиберолептических сил и размерность двойжа минус единица. Поэтому, значит, если G равно 2, то двойжа минус единица равно 3, и равно 3G минус 3. А что если же равно 3? Значит, гиберолептические кризисы Вот. Ну, пока мы достаточно заключить, что мы всякая кривая скитерина 4, всякая кривая скитерина 4, всякая кривая скитерина 4 на плоскости является кривой лоза 3, является кривой лозы. Отсюда вытекает, что не всякая кривая скитерина 4. Теперь мы доказали, что квартика скитерина 4. Сладкая кривая швартика – это каноническая кривая роботы. Этого не могло бы быть, если бы всех любили роботы, потому что каноническое отображение гиперолитической кривой, сражать его противную кривую. Всякая гиперолитическая кривая с экономическим отображением важно сказать кривой лозы. Есть гиперолитическое отображение. Этого не могло бы быть. Так. А теперь нужно определить размерность пространства плоских квартик с точностью и добрые к кривой лозы. Вообще, какова размерность пространства плоских кварт? Если мы забыли, как это к кривой лозы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, как? У нас 4 палочки и 2 окружочка. То есть 4 палочки и 2 раздельные, между ними. Это 6 элементов, поэтому это все есть шесть и подло, Это 15, но это размерность пространства в форму степени 4, однородную форму степени 4, и проектилизации получаем 14. Потому что, если мы умножаем форму на инстанты, то она определяет нечистостью. Значит, у нас имеется еще несколько метров пространства плоских партий, а источность уже проектирная человек. Значит, мы делаем проектирное преобразование космоса. Проектирная плоскость, такое проектирное преобразование приводит, естественно, к ЖИС-1. Значит, группа проективных преобразований. Преобразование имеет какую размерность? Значит, это матрица, треянатрия, квадратный матрица, треянатрия. Опять-таки, для осматривания источник вознаграждения на нынешней конструкции. Ну, конечно, они должны быть не выражены, но на размере всех метров. Не выражены на состоянии при матрице, они тоже размеры на счет последних. Значит, источники дополитивных преобразований с точностью дополитивных преобразований. Стерновидность в пространстве плоских квартек есть 14, а у нас есть 6. Это еще одно численное утверждение того, что всякая плоская квартика является, на самом деле, всякая гладкая плоская квартика является экономическим образом кривой роза 3. Это вот совпадение вот этого числа и вот этого числа. не гиперолистическая кривая роза 3. Это гладкая плоская квартка и пространство, определяемое источник для проективной преобразований. Потому что экономическое отображение определяется тем как на внутрый вид базис в первых нервных костанских кварталов по заменам базиса это проективное преобразование плоскости и, соответственно, проективная преобразований в двух квартек. Так что здесь не зависит. А в целом факт неверный, потому что если у них есть две кривые, вложенные на ЦПН или галаморфы, то они проективны. Это, конечно, неверно. Это при этих жестких ограничений, если вы возьмете в любую рода же степень увлажения на взгляд. Это не доказательство. Это не доказательство. С помощью подсчета размерностей докажите, что не всякая кривая ровная действия реализуется как блатка и отморка к нервам. Степень 4 дает кривую ровно 3. Постепень 5 дает кривую ровно 3 по фоламу. Продолжение следует... а 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 и и а а Значит, у нас имеется 27-минерное пространство плоских секстей. Каждое плоское секстей как бы гладко является кривой на 20-минерное пространство. А пространство кривой за 1-10, но у нас имеет размерность 3-минерное пространство 20-минерное пространство. В этом 20-минерное пространство 20-минерное пространство в этом 20-минерное пространство. А мы там еще как-то передавали? Ну конечно. У нас проективные эквивалентные кривые, из-за этого будет в этом 20-минерное пространство. Поэтому у нас в этом 27-минерном пространстве в этом 20-минерном пространстве. Поэтому у нас плоских кривых родов 10, только доходит 25-минерное семейство. В этом 20-минерном пространстве. А, в этом 20-минерном пространстве. У нас имеется только какое-то 19-минерное семейство, а, не более чем 19-минерное семейство плоских секстях луч Более 6,5. У нас они возникали как разметности человека. В разности, понятно, что когда люди изучают какие-то практические среди образовывают какие-то правила профессиональные географии. Это всегда держится в голове и часто работают. Так ничего не специфического я не знаю. Следующий вопрос я хочу пока оставить. Значит, это задача, но кривые роботы-4. Кривые роботы-3 мы доводим много чего выясним. Мы выясним, что кривая роботы-3 является гиброэлектрической, либо ее экономическое отображение – это кривая степени роботы-4. А это задача про кривые роботы-4. Берем проективное пространство, берем в нем гладкий квадрик, и в нем гладкий квадрик, и в нем гладкий квадрик, и в нем гладкий квадрик. Какую степень мне это привести? Какую степень мне это привести? В нем гладкий квадрик, и в нем гладкий квадрик. В нем гладкий квадрик называется. Я бы сказал, что не только для кривых вопросов, но и для гибро поверхности разных квадрик. Степень равна 6. Если мы с вами докажем, что это кривая степень роботы-4, если жилые мальчики дома, то это равно 2 жене-2. А от цифра 3, от цифра 3, это будет жене-1. То есть мы попадаем как раз в ситуацию-3, когда она скрывает. А вот так. Вот так. Жил, с отображением и с отображением, и в цифре 2 жене-1. Вот. Теперь как посчитать меня, вот, на следующем году, в каком-то конечном видеотеке вклады. На вклады несложно ввести в каком-то академическом виде, если бы после этого еще ввести бессохраненную академику, ввести в кубику, в каком-то человеческом пересекающем, в каком-то человеческом виде. Но, в принципе, он хвален, а не взрослый. Мы знаем, что они в жизни не видны в полиэтоклассе. Пока не знаю. Мы посчитали у нее степень. Мы посчитали у нее степень. А почему она не... И если она не выезжает в какой-то плоскости, то мы... А, никто ничего не знает. Сейчас. Допустим, вода лежит где-то в плоскости. Если лежит, то мы знаем, что ровно. Да. 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 То есть, если не ровно равен 4, то она не может управлять в какой-то плоскости. Мы же знаем, где это. А почему ровно равен 4? Поняли? Задача должна состоять. Задача как раз состоит в том, чтобы доказать, что не закрываем ей ротчиками. Если у него отвлекаться, то мы можем узнать, что он То есть она достаточно для каких-то букваров доказательных и не сразу, да, если вы не знаете, ну, квадрификации. Ну, наверное, пересечение трансферсальное – это условие открытое, поэтому достаточно для какой-то фиксирования. Ч 5 и 6 за минуту. Спасибо. Помните, мы в какой-то момент показывали, что пересечение двух квадрик, трансферсальное пересечение двух квадрик является чем? Что за тревая включается? Нет, тревая, 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 тревая. А как мы это доказывали? Мы рассматриваем проекцию, да, как эта проекция оказывалась, проекция с его пересечением на полетельном длине. Так, проекция оказывалась, что эта проекция имеет степень 2 и имеет 4 точки внутрения. Мы пересекали нашу кривую гиперплоскостью, но это гиперплоскостью для нашей квадрики. Мы пересекали гиперплоскостью, которые пересекали по 4 точкам. Я помню, пересекали по 4 точкам, эти 4 точки внутрения были точками внутрения. То есть, наверное, этих гиперплоскостью уже хватало для того, чтобы получить 5 рот в пиво. 6 точек внутрения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 А те, кто у нас дистанционно участвует, есть у вас какие-нибудь соображения? Какое вопрос? The question is whether, how to prove that the transversal intersection of a small quadric and a small pubic in the projective space is a curve of genus four? We take two surfaces in the projective space and suppose it is a the intersection is transversal. Then we obtain a curve as the intersection. Yes. How to compute the genus of the curve provided we know the degrees of the curve. So we want to use Riemann-Roch theorem. This Riemann-Roch also can make sense. Yeah. Riemann-Roch is more simple, but Riemann-Roch also makes sense. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Спасибо. Спасибо. Okay, so I see the problems are of the key to the book by. Myself and Prasov. Okay. 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 Okay.